Вовановна! Это я, Вовановна! Ты знаешь, кто у меня завёлся? Ян тут пьющий конь. Да нет, я не алкаша подобрала. Погоди, не сбивай меня, я вспоминаю, как доктор меня учил по ассоциациям, чтоб склероза не было. Конь пьющий, конь пью, конь пью, кирво. Да, потом ещё. Помидор, маникюр, не-не, маникюр, помидор, маня-дор. Ну, в него надо глядеть. Потом опять чата тента. Клава-дура, 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 вот. Вот ты знаешь, если бы Клава не была наша дурой, я бы ни в жизни не запомнил бы. Потом ещё мышка серенькая такая, мышка. На неё надо всё время давить ей на задницу, вот. Ты не беспокойся, ты ничего, она не испачкает. Она плачмассовая, потом там круглые, энти, как грамм пластинки, только махонько, и на них можно песняки слухать, глядеть кино. Что между позвонками, Коляновна? Сама-то грыжа. У здорового человек, что? Диски, правильно, вот соображаешь, и ну раз. Значит, нажимаешь кнопочку, выезжает полочка. Пхаешь туда диску, устройство называется, сейчас, сейчас вспомню, Сиди Абрамович, Сиди Абрамович, Сиди Рома. Ну, купила, а что, куда втыкать там проводей, дырей? О, слава богу, у меня сусед-мальчонка, программистер. Программистер Коляновна Энта такой, небуйный, сумасшедший, с техническими возможностями. Не, он тихий, смирный, не пьет, не курит, девок не таскает, нет. Он только клаудуру тискает. А покажет ему все помидор с маникюром. Пришел, слышит, и прямо с порога мне говорит, сейчас я вас, бабулечка, отдравярую. А я сперва-то не поняла, про что он. Говорю, сыночек, ты что имеешь в виду? Говорю, я свое отдравировала. Грова давно кончились, одни шепки сыпются. Он отчетки своей на меня навел, говорит, память, я вас настроить должен. Я говорю, милая, последний настройщик у меня лет 20 назад был, наверное, на той 30. А он заметил, что я волнуюсь. Говорит, бабулечка, миленькая моя, не волнуйтесь, не суетитесь, расслабьтесь. Я, говорит, сам сейчас все, что вам надо, со своего писишника скину. Голян, я говорю, не подходи. Он говорит, да вы не волнуйтесь, я ничего не сломаю. Флешку только вопхну и все. Я кричу, зачем тебе, это надо, пацан? Он говорит, как зачем? Чтобы установить вам винду. Вот я его тоже сперва поправила, Коляна. Акакс, это не то, что мы с тобой подумали, дур старый. Энт программа такая, винда в узк. Я кричу, не надо, он говорит, так не надо, ваша мать голая. Эт щас я образованной стала, мать такая, это материнская плата. А за что, не знаю. Самое главное, Коляна, ты знаешь, он мне и сделал свою мылу. Да не хозяевую мылу, Коляна, но мыл, это я мэйл. По нем можно знакомиться, переписываться с женихами в ентамнете. Знаешь, я что про себе написала на знакомство? Очаровательная блондинка в зелен косынке, ноги от ушей, волосы без шеи. И послала фотокарточку не свою, а ентой модной вешалки, как же ее, господи, помидор, баклажан, перис, Хилтон. Да, набряхала, зато знаешь, сколько мужуков отреагировало. Слухай, Коляна, ты же до сих пор замуж хочешь. Ну-ка, давай-ка, тебе и сделаем твою мылу. Ты у нас будешь, Коляновна, собака. Че ты обижайся? В емэл все собаки. Да, вот такая все мирная псарня. Пароль у тебя будет склярос, чтоб ты не позабыла. Давай, что, про тебя сочиним и по шлемам фотокарточку, и энтой бесстыжей, как же, господи, Анжелка с мандолиной. Анжалина, что ли? Джоли, вот, Джоли, да. Че, твою фотокарточку послали? Ты че, серьезно? Тебе мужуков не жаль. Правдивый хочешь? Ну, давай поприкалываемся, напишем, как есть, Коляновна, под 80 лет, Вес 35 кг. Хотить замуж, куды обратиться? Сейчас глянут на тебя, мужики, так была бы Анжелина Жоля, так будь Джоли с ручкой. Гляди-ка, ответ пришел мигом прям, что пишут, а? Какой ж бешеный мужичонка на тебя отреагировала? Коляновне, который хотите замуж, советую, надо же он советует, обратиться. Куды, куды, походи, сама не пойму, какая-то слово двойная. В какую-то кунцкамеру, во! Ладно, голубь моя, иди обращайся, не упусти свою счастью, а я побегу, сусед-программистер в дверь скребется, видать, за своим мобильником. Я бизнесмен. Я потихонечку поднимаюсь, поднимаюсь, а тут недавно пришлось жутко опуститься. Так опустился, аж стыдно. Ехал на крутую сделку и попал в страшную пробку и опустился в метро. Что ха-ха, я ж там ни разу не был. Мне еще водила, говорит, шеф, там, где вход в метро, там буква М написана. Ну, я выскакиваю из своего Мерина, значит, мимоходом прохожего спрашиваю, братишка, где тут М написано? Он говорит, за угол завернешь, там тебе и М, и Ж, и, соответственно, все остальное. А там, как в коммерческом банке, турникеты стоят, все чики-пики. Правда, моя магнитная карточка там не действует. Смотрю, у народа карточки какие-то лоховские. Не пластиковые, а бумажные. Спрашиваю, братва лихая, вы где их надыбали? Дед какой-то на меня отреагировал, говорит, ты, я вижу, не пенсионер? Тогда вон, видишь, сбоку конура в стене. Аж 28, там один билетик стоит. А если в оба конца, 56, обдираловка. Но мне каждая секунда, дорогая, я на сделку опаздываю, думаю, возьму в один конец билет, а там меня потом водила нагонит. Достаю 30 баксов. Сую в эту конуру, спрашиваю, сдача будет? И вот тут я юмора не понял. Значит, оттуда тетка в форме прямо из дупла выскакивает, и на меня, на бедного страдальца, говорит, милая, я тебе не корова, что ты мне зелень суешь. Сдача он заходил, я тебе что, обменник, что ли? Вот буржуй, совсем совесть потеряли. Нажрутся, да шибачки, потом изгаляются. И не стыдно, боров инкубаторский? Да я, говорит, когда ты еще под стол пешком ходил, я говорю, пешком я никогда не ходил. Тут отчумна, и как свистанет свой свисточек, меня аж контузило, так бы мне там и помирать. Слава Богу, один дядя сжалился, земляк, у меня, говорит, есть лишний проездной, я, так и быть, продам тебе его со скидкой за 20 баксов. Но я, как бизнесмен, сразу понял выгоду, дал ему 20 гринов, взял у него эту бумажную магнитку, приложил, зеленый загорелся, и тут вдруг такая красотуля плывет. Но я, как истинный жентельмен, вперед ее пропустил, сам следом, и тут этот гадский турникет, как прессанет, я 10 минут приседания делал. но тут как раз поезд подали. Но я в поезд, мне же надо щемиться, правильно? А в этом поезде беспредел творится. Мало того, что нет СВ, ни купе, ни плацкарта, одни сидячие места. Я чуть не задохся в этом общем вагоне. Люди давятся, как бабки в барсетке. Смотрю, одна девчонка худенькая, бедненькая, видать, спецом рядом с собой на дверях пальцем намазала не прислоняться. Ну, тут остановка, я на ней выскакиваю в какой-то переход, а в этом переходе настоящее шоу. Кто на гармошке, кто на дудке, кто на костылях. Некоторые с этикетками. Подайте на операцию перехват. Помогите голодающим поросятам. Подайте немому на протез. Меня немой за живое задел. Я этому немому 200 баксов кинул, он аж прослезился. Спасибо, говорит, добрый человек. Век тебя не забуду. Если еще на еду дашь. И тут откуда ни возьмись, цыганский табор. Я думаю, сейчас что-нибудь споют для души. и 15-летний будулай как затянет. Люди добрые, поможите. Немножко евро сюда положите. и что характерно, вся цыганча меня окружила. Одна цыганка нагнулась, а у нее на спине в мешке младенец трехмесячный. У него еще глазки не прорезались, а он уже ручонки тянет к моей барсетке. Меня аж парализовал этот младенец своими миниатюрненькими пальчиками. У меня из кошелька мелочь выбрасывает, только бумажные купюры хватает и в ползунки трамбует. Тут слепой очки снял, между цыган протиснулся и давай мою мелочь с пола подгребать. Я стал отскакивать и не заметил, как без обуви остался в одних плавках. Конечно, в таком виде я на сделку не попал, но в этом стрессовом состоянии придумал я новый бизнес. Буду по самой козырной цене продавать в нашем метро турпутевки иностранцам. Все это хренатень обзову супер шоу тур in Russian Metro Disneyland. А вход туда пускай останется официальный 28 баксов. фу народу даже в такой пафосный магазин лохов напустили. «Жесть». «Жесть». «Маш» «Народ реально не догоняет, что гламур и мурло это разные вещи». «Маш, а Маш, ты ж брючки хотела померить? Вон, бери вон те со стразиками, Маш, стразики это мега пафос». Еще Чехов писал «Мы увидим все небо в стразиках». «Ты что, Чехова не знаешь? Ну, ты зажгла». Это же самый гламурный писатель, он еще для журнала Космополитен писал. «Ну, ныряй, примерочная свободна». «Да, мега пафос». «О, молодой человек, вам чего? вы что тут паркуетесь? Познакомиться? А-а-а, у вас какая машина? Жигули? Парковка запрещена». «Маша, Маш, прикинь меня в Жигулях, задолбаешься потом об Феррари тереться, чтоб запах Жигулей отбить». «Молодой человек долго копил на машину? Всю жизнь теперь копи на пистолет и застрелись». «Маша, а-а-а, что-то с утра сегодня бюджетники клеятся». «Маш, может у меня что с прикидом не так, а? Выгляни». «Все нормально? Я лучше?» «О-о-о-о». Помню, меня Сершина лазурный берег пригласил в Шонтропе на зимнюю рыбную охоту, Маш. Мега пафос. Как только поплавок дернулся, сразу в лунку из ружья стреляешь. Меня Серж научил. Ну а попробуй попади в рыбу, она ж скользкая. Маш, я такую дырень во льду вылупил, что льдину от берега оторвало, нас всех в море понесло. Жесть, за нами вертик прилетел. Я задолбался в этом вертолете. Дуло и дуло, дуло и дуло, дуло и дуло. Зачем? Маш, ну с понтом, чтобы не рухнуть, надо на пропеллер дуть, чтобы он вращался. Пилот сказал. Ой, Маша, у меня что-то телефончик вибрирует. Алло? Ой, Светусик, ты привет. Че делаешь? Книжку читаешь? А, то-то я слышу скрип мозгов над Москвой. Я говорю, ой, Светулечка, че за книжка? А, а че ты плачешь? Главного героя жалко? Ну ты зажгла. Нашла кого жалеть, он же идиот. Идиот, причем круглый. Ой, нет, я занята-занята. Мы тут с Машулькой пошмотком. Я тебе перезвоню. Ну все, Светулечка, чмоки-чмоки. Маша, а Маш, прикинь, Светка про колобка читает и рыдает. Жесть. Ой, Маш, ты такая стразная вся. Ой, мега пафос. Маш, а вон ту шляпку, прикинь, ну прикинь, ну прикинь вон ту шляпку. Ой, ты в ней похожа на грибочек. Маш, а Маш, а лицом в витрину впечатайся. Ну впечатайся, че, тебе жалко, что ли? Точно сморчок в банке. Можно не обижаться, ну че-то я шучу. Лучше примерь вон тот топик, мега пафос. Маш, ну реально. О, молодой человек, вам чего? Что я делаю сегодня вечером? Вспоминаю вашу рубашку и смеюсь. Что? Отужинать в ресторане? О, Макдональдс? Маш, я че так плохо выгляжу, а? Ну ведь спросила же, глянь, может че с прикидом не так? Молодой человек, постой, у тебя какая машина? Ака, извини, что остановила. Маша, а Маш, прикинь, он на мотоцикл еще не накопил, только на люльку. Жесть. Одни лошарики липнут. Когда уже ученые изобретут против лоховый антистатик? Ну сейчас ведь так круто развиваются нанотехнологии. Ну нанотехнологии. Ой, Маш, мне тут такое виповое приглашение пришло на супер-акцию. Мега пафос. Только до конца месяца. Если вы наращиваете волосы в нашем салоне, то мозг мы вам наращиваем в подарок. Ой, у меня опять телефон. Ну всем нужна, всем нужна. Алло? Ой, Ксюшенька, привет, рыбка моя. Че делаешь? Эпиляцию? То-то я слышу газонокосилку. Ксюшенька, я говорю, у нас тут тусилка-патрусилка. Мы с Машулькой по шмоткам. Я тебе перезвоню. Ну все, чао, Ксюшенька, чмоки-чмоки. Маша, Маш, прикинь, Ксюха опять на своих кривандюльках урожай косит. Откуда я знаю, что у него там получается? Сорок центнеров с гектара получается. Ой, Маша, как тебе идет этот топик? Ты в нем вообще чумовая селедка. Что он не подчеркивает? Не подчеркивает грудь. Какую грудь? А-а-а, твою. А где она у тебя? Ну подчеркни ее маркером. Будет нижнее подчеркивание двух пробелов. Ну всяк лучше, чем ничего. Маш, ну че ты обижаешься? О, мужчинка, вам чего? Маш, гля, какой карапуз. Мужчинка, вы подпрыгивайте, а то мне не слышно. Че, покатать меня хотите? На пузе, что ли? А держаться я буду за вашу лысину? Да, я же соскользну. На машине? Ой, че у нас за машина? Бентли? Мужчины, вы так резко выросли в моих глазах. У вас такой животик мажористый, такая стильная стрижка. Ой, мужчин, вы резко не оборачивайтесь, там какая-то дура страшущая на нас вылупилась. Что? Кто? Вон то? Ваша жена? О, она еще и огрызается. Нет, посмотрите на нее. Маш, убери от меня эту заразную. Понаехали тут без прививок, целлюлит завезли. Да, я стройная, я могу носить трусики танго, а вам даже гиппопотанго жать будут. Жесть! Наглухо. Бедный жалкий колобок. А Светка про него еще книжку читает. Маша, Маш. Ой, меня тут Гоша недавно катал на своем Роллс-Ройсе. Мы с ним были в консерватории. Гоша его купил. Ну, кого, кого? Консерваторий весь купил с потрохами. Ты не знаешь, что такое консерваторий? Маш, ты что, хвораешь? Консерваторий. Это завод такой, где рыбу томатом заливают. Ты не знаешь, что такое томат? Маш, включи блютуз, я тебе мозг перекину. Томат – это вареная мякоть огурцов. Маш, ну ты зажигаешь. Мирялка. Алло. Ой, Танюсик, ты? Привет, где ты? В салоне красоты. Ну, как всегда, сама красота в салоне красоты. Лицо чистишь, лапуля, да? Че, дорого берут, да? Ну, рожа у тебя тоже немаленькая. Я говорю, маленькая моя. А мы тут с Машулькой по шмоткам. Ну, я тебе перезвоню, Танюсичка. Чмоки-чмоки. Маша, Маша. Прикинь. Танька опять в салоне красоты. Репу скоблит. И опять бесполезняк. Ой, не говори, Машуль, ее рожа только вантус поможет. Мечтает, что ее поцелует принц на белом коне. Да принц-то вряд ли, дай бог, если конь отважится. Ой, увидел бы королевич Елисей Таньку в хрустальном гробу, закопал бы его поглубже. Ну что, Машуль, тебе ничего не подошло, да? Ну ладно, будем сюда ходить, пока не подойдет. Ну все, Машуль. Не, я больше не могу. Там сейчас пробки начнутся. Давай, я померседесила уже в свой домик загородный на Рублевочке. Ну пока, чмоки-чмоки. Завтра увидимся, Машуль. А ты куда? На тусу? Олигархов ловить? О, удачной охоты. На твою рожу не то, что олигарх, олигофрен не позарится. Я говорю, да завтра, Машульчик, чмоки-чмоки. Езжай в свое Бирюлево. Что ха-ха, ну что вы смотрите? Что вы смеетесь? Время сейчас такое. Если никому не нужна бедная и умная, приходится притворяться богатой дурой. Какая Рублевка! Какой загородный дом, какой шентропе! Однокомнатная. Малометражка на семь человек, не считая приезжих родственников. Каждый день думаю, то ли ехать ночевать в панельный дом, то ли спать прямо здесь на панели. Поехала в свое Зуево-Орехово! Давайте пофантазируем. Представьте, что мы попали в простую российскую электричку. У нее особый ритм. И вот в электричке появляются всевозможные люди со своими запросами и предложениями. Свежие новости! Подайте на содержание бедных животных. Двух коров, таблетки от головной боли, геморроя и колорадского жука в одной экономичной упаковке. А также лифчики, семечки, сипсы. Нет, сипсы не железные, картофельные сипсы. Знаете, такие таленые-таленые. Да не зеленые, а таленые. Толью посыпанные. Знаете, толь. Нет, это не руберой. Руберой-то это черная тмала. А толь это белая тмерть. Кто меня спросил про детический пластырь? Нет, женщина, это пластырь не для похудания, а для голодания. Когда сильно жрать хочется, его на рот наклеивают. На себе испытал. Отодрал только вместе с зубами. Морожено-морожено на палочку насожено. Пирожки горячие, с картошкой пюрячей. Горячие-горячие, огняные. Холодно-морожено. Горячие пирожки. Холодно-морожено. Горячие пирожки. Холодно, горячий, горячий. Что ты сказал? Что слышал, проклятый гоблин? Гоблин, д— Пожертвуйте на храм. Люди добрые, подайте бывшей оперной певице. А, 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 это, это, раньше-то я была колотурная цапрана, а теперь в связи с болезнью этой ц... 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 цвязок. Стала бас. Вот я сейчас пою, и вы все деньги дадите, чтоб я ушла в другой вагон. Сдова Дуда, где Боря, а где ей? Сдова Дуда, с доскою по ей, светит про шехдар Варвары гребят. Бублика ждет, будь белее гробат, да я жут, я циркач, так что ж... Почему ты мне белочь ложишь? Гагада от меня далека... Гагада до нее... КУПИТИСЬ НОГО! АПЛОДИСЬ НОГО! АПЛОДИСЬ НОГО! рутки миноком много поэтренько меня все билеты на контроль при этом или полный там билет поэнт там билет поэнт так билет поэнт так билет в пшенер пшена покажи полный так поэнт так нет а но я не обрали поэнт так билет поэнт так мысли мысли на тебе труд и политик я тебе в русском языке у меня нет билет быть ингредиент тропа пти поэнт так трех и 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 на сегодня Сегодня я заработал поезд. Ой, раз, два, ой. Ребята, у меня есть слабость. Только вечером с женой в кровать у меня одно на уме, пожрать. Хоть холодильнику изголовить ставь. У меня даже зимой на лице загар от подсветки в холодильнике. Ну, жена недовольна все время. Говорит, рядом с тобой спать невозможно. И живот твой стонет, как динозавр во время кладки яиц. И храпишь ты не только головой. Худеть надо, она мне, значит. Вот если б ты, как доктор сказал, прошел через недельное голодание, я б с балкона крикнула, что я дура. Я говорю, что-что? Она говорит, ну да, если ты выдержишь неделю без жрачки, я выйду на балкон и громко крикну, что я дура. Знала, чем купить. Драть такого зрелища. Семь дней в ожидании чуда. Я дал слово неделю не жрать. Хотя мог бы тайком, конечно, но я же мужик. Слово надо держать. Старт назначил на понедельник. Так что в воскресенье вечером ел всю ночь. Как верблюд в горб. Утром встал из-за стола. От вида еды воротит. Жене, я говорю, тренируй связки. На балконе плохая акустика. А на холодильнике хорошая сигнализация. Ну, мы пошли. Она на работу, а я на работу. Прихожу на работу в офис. Иванов разводит доширак. Знаете, такой комок чьих-то извилин в кипятке. Запах такой, что мухи мечутся по комнате в поисках противогаза. Отработал я тот день легко. Домой аж бежал. Жене, говорю, надо бы балкон покрасить. Люди ведь придут. Она говорит, какие люди? Я говорю, ты что, милая моя, на твоей премьере ожидается аншлах. Я всем знакомым приглашение разослал. Представляю, какой будет успех. Я дура. Но к вечеру горб ожил. Урчит мне внутренним голосом. Походи вокруг холодильника. Может, отпустит. Я только к холодильнику подошел. Пупок сам, хоп, и к дверце присосался. Слышь, еле оторвал. На дверце аж засос остался. Синий. Спал ночью плохо. Во вторник утром плетусь на работу. На углу хот-догом воняет. Так вкусно. В офисе Иванов разводит доширак. Гадость. А как пахнет. В припадке безволия купил сникерс. В порыве героизма подарил его секретарше нашей Леночки. Такое нежное создание. Но так жрет сникерс. Я чуть слюной не захлебнулся. Домой пришел злой. Жена услышала, что я дверью хлопнул. Говорит, ой, сегодня котлетки такие сочные получились. Ел бы и ел. Удар ниже пояса. Я прямиком в спальню. Котлеты за мной. Прям перед глазами стоят. Все хором галдят. Съешь меня, съешь меня, съешь меня. Одна такая маленькая, кругленькая котлетка. Аппетитненькая. Говорит, ну возьмите меня. Еле подушкой разогнал. Уснул под утро в обнимку с холодильником. Снился торт со взбитыми сливками, с прослойкой с бужениным, кетчупом и горчицей, сверху розочки из пельменей и надпись майонезом по колбасе. Приятного аппетита. Разбудила жена, говорит, отпусти холодильник, он и так чистый. А ты его уже два часа облизываешь. Я говорю, до твоего триумфа осталось пять дней. Иди губы разминай лучше. Иду на работу. Около хот-догов замер. Продавщица спрашивает, сделайте вам хот-дог. Я говорю, да, сделайте, только мне не давайте. А у нее пальцы в кетчупе. Так захотелось ручки поцеловать этой даме. Я глаза зажмурил, бегом в офис. В семье не без урода. Иванов Разводит доширак гадюка лапшеядная. А у меня слюни капают на пол с галстука. Вырываю у него лапшу. И выливаю ему на голову. Был лысый, стал блондинкой. Он как завопит. Я говорю, цыц. А то голову обкушу с голодухи. Весь день думал о любимой. О еде. Домой пришел. Еле живой рухнул на кровать, не раздеваясь. Во сне я ел бештекс. Но никак не мог его прожевать. Проснулся утром. Галстук, блин, в лохмотье изживал. Качаясь мимо кухни. Прошмыгнул в ванную. Откусил мыло. Не ожидал такой приятный вкус. Жена с кухни орет. Не ешь мыло, оно не свежее. Еле выплюнул. Выскакаю, говорю, слова учи. Тебе будут руку полискать миллионы. Четверг. Иду на работу ларек хот-договый. На дороге, как фашистский дзод, всю улицу простреливает. Ноги сами к нему идут. Я за столб ухватился. Думаю, все, сорвусь. Не бывает шоу. Вызываю по сотовому скорую помощь. Плачу за доставку на работу в смирительной рубашке. В офис зашел взбешенный. Иванову компресс на голову не помог. Сидит гад, разводит доширак. А у меня руки связаны. Я на него так взглянул. Не знаю, что он прочел на моем лице. Но лапшу Иванов вылил себе на голову сам. Весь день прошел в раздвоенном состоянии. Тело было на работе, а душа в буфете. В конце рабочего дня мы соединились и приехали домой с милицией, мигалкой и в наручниках. Жена спорова. А, чуть с милицией. На тебя напали продукты. Я говорю, красавица, пломбируй дырки в верхних зубах. Билеты в портер распроданы. Спал, не спал, снилось, не снилось, но очнулся утром с коробкой спичек в руках. По радио сообщили, что ночью в городе сгорело пять ларьков по продаже хот-догов. Подозрение пал на пельменные. Я пошел на работу в противогазе, плясал на пепелище хот-догов у ларька. Иванова на работе не было. Голова у него пошла аллергической сыпью. Доширакался. А я вымолил у секретарша ее обязанность наклеивать марки на конверты, чтобы немного подкрепиться. Клеем, да. Домой пришел, как зомби. За окошком на тлиф сел голубь с корочкой хлеба. Долго я сжимал в руке перья из его хвоста. Спал в полном бреду. Обнаружил себя ночью стоящим на четвереньках возле кошачьей миски. Интересно, что бы сказал академик Павлов, узнав, как у человека выделяется слюна на вискос. Жена сзади подкралась, спрашивает так, ехидно. Котик хочет кушать? Я говорю, нет. Котяра хочет жрать. Она мне говорит, ну жри. Я с Мурзиком договорюсь. Ну тут, слава богу, настало утро субботы. На работу идти не надо. Думал вздремнуть. Квартира напротив жарят блины. Соседний подъезд, второй этаж, картошку. Дом напротив, третий этаж, борщ. Дом в конце проспекта, плов. Дом на другом конце города, макароны с сыром. Люберцы, центр города, седьмой этаж. Иванов разводит доширак. Окружили. Ночь субботы на воскресенье поймал зубами комара. Первый раз в жизни попробовал дичь. Уснул почти сытым. Проснулся утром в воскресенье. И весь день сидел перед часами. И считал секунды. Ровно в полночь увидел свет. В конце холодильника. Очнулся не дома. Не иначе, думаю, в раю. Вокруг белые ангелы. Поют так задушевно. Ставьте капельницу. Наполняйте клизмы. Мы его теряем. Я вздрогнул. Рядом жена держит меня за руку и плачет. И я спрашиваю, дорогая, я что, съел что-то? Она говорит, ты съел все-то. Все. Включай муку, специи и крупы. Милый, зачем же я уговорила тебя голодать? Какая же я дура! Начальство нашей деревни Невменяевки решило поделить всю колхозную имущество между честными труженьками деревни на троих. Председателю всю технику, агроному, все поля, за технику, всю скотину вместе с дояркими. Я председателю говорю, Степаныч, если ты честный труженик, то моя тёша, тёша моя, вот это вот она, звезда порнухи. Председателю говорит, она и есть звезда порнухи. Помнишь, как она тебе в порно и звезданула? Я говорю, юрморист, перекрестись, а я комбайнер шестого разряда, пердовик. Мне ничего не досталось. Председателю мне говорит, ну раз ты пердовик, возьми себе грузовик. Сихоплёт недоделанный. Это тут грузовик наши партизаны отбили, и шоу Наполеона. Когда в нём едешь, так трясёшь, что пломбы от зубов отделяются. Ну ты видишь опять, а? Думаю, господи, если ты есть, накажи председателя. Представляешь, на другое утро, хоп, председателю в район приспичило, а у него Бобик вышел из строя. Ну, водитель Васька Бобик нажрался. Председатель ко мне, Вань, подкинь. Я говорю, садись, а? У кузов. А он, а чё, не в кабинке? Я говорю, Степанович, ну, кабинка-то махонькая. Не поместитесь вы в нею вдвоём. С пузой своём. Тоже в стихах ему лупанул. Закатил я председателя у кузов газку. Думаю, ну я тебе так подкину, ты меня трясу на том свете помнить будешь. В район приехали, председатель с кузова сиганул, как огурец. Спасибо, говорит, Ваньке от твоей язды у меня живот сдулся. Уж больно мешал он мне к холодильнику подходить. Продукты из него боком доставал. Чудо, думаю, какое, а? Решил грузовик на своём тесте испытать. Он у меня, наоборот, худюший. Кожда кости я его немного прокатнул, у него вообще одни кости остались. И думаю, ну всё. А он мне, благодарствуй, зятёк. Благодаря твоему грузовику, меня на работу взяли, в школу, в кабинет биологии. Скелетом, да. А чтобы ребятишки с этим скелетом не баловались, к нему свирепого охранника приставили. Тёшу. Я тёшу. У кузова, думаю, может, хоть от тряски язык прикусить, меньше будет бряхать. Ну, по мазку через речку поехал, её так тряханул, что тёшу прям с кузова в воду нырнула. Я выскакал. Она вся в грязюке, в тине, в водорослях. Как всё равно, как черепаха тротила. Думаю, отместила. Домой приехали, она мне блинов испекла. Спрашиваю, за что? Она говорит, а за то, зятёк, что грязюка речная лечебная оказалась. Мне от ней в раз радикулит прошёл. А ты сказывал, что меня только могилу разогнуть можешь. И запела. И нельзя меня, я знаю, Дядя Тёша, Ни загнуть, ни перламавать. Я теперь, как молодая, А я это, вот это, вот это. Зятю ласковая мать. Стою после тёшиных, то есть от матерных блинов, как блин-наркоша, ничего понять не могу. Затехник нарисовывает, спросит, чтобы я его в соседнюю деревню отвез к верке клубнички на массаж. Тоже мне клубничка давно уже, сухофрукт. А за технику один черт, бык племенной, ни одной юбки не пропустить. Сколь раз ему мужуки морду били, а он все оправдывает, говорит, надо же кому-то породу улучшать. Повез я его самой кривой дорогой, вот такой. Час я вот трясу, другой, пятый, за техник ничего, даже смеяться начал так. До сих пор остановиться не можете. На радостях, потому что у него от тряски все камни из почек повыпали. Махарыч поставил, агроном увез тоже у кузови. Я вот так тряханул, что он башкой стукнулся об самолет, который разбрызгал над полями всякую дрянь. Летчику повезло, успел катапультироваться. Агроном с дрянью дальше полетел. Сбылась и мечта агронома. Он же после каждого недосбора урожая говорил, «Эх, улететь бы отсюда к ядре не фейник». Этого тоже прокатнул рыболову нашего Ваську Титаника. Смотрю, чапает навстречу. Он бездельник, лодырь великий, нигде не работает, здоровый, как Сильвестр с талонами. А все одно, год назад десятку занял, как не спрошу отдать. Он говорит, все деньги уходят на крючки. Я говорю, чем же ты рэкет болотный без денег питаешься? Он говорит, рыбой и в обед, и в завтрак. Я говорю, от такого питания ты скоро икру метать начнешь. Садись, говорю, подвезу. Думаю, сейчас я из него хоть пятерочку вытрясу железную. Тряс его, тряс, вытряс банку с червяками. От тряски черви аж морскими узлами позавязывались. А этот стучит в кабинку. Да-да-да-да-да-да. Я тормознул, говорит, че-че-че-че. Он говорит, да-да-да, дальше я пешком пойду. Артист, говорит, пешком пойду сам. Пополз на четвереньках. Ну, комик этот. Бенни Хилый. Больше его в деревне никто не видал. А через месяц письмо мне присылает. Говорит, Ваня, огромное спасибо. Благодаря твоему грузовику я дополз аж до городу. И сдал этих червей, закрученных в китайский ресторан за большие деньги. Их там оформили, как дилькотес шупальца кальмаров. Чудо, думаю, какая. Ведь выходит, как нашим человек плохо не делает, ему хуже уже не станет, а только лучше. Вот какая их философия это, а. А три дня назад к нам хвермер из Японии приехал. Учить нас. С какой стороны коров за титьки дергать. Ну, конечно, им, японцам, удобнее. Они же в полный рост на ходулях ниже вымени стоят. А нашим человеку на геннадца приходится. Думаю, надо его на грузовику покатать. Думаю, если, правда, японцы живут, лучше нашу. Все, хана ему. Будь харакири в Сибири. Вот. Повез. Он у меня всю дорогу об кабинку башкой бился. Не зря я с колес все шины посымал. Торможу. Он живой. Живой в кабинку лезет целоваться. Ваня-сан, давай совместное предприятие создадим. Лусско-японское предприятие. Знаете, под названием, как же он сказал? То яма, то канава. Ванька, станька интернешнл. Не в меня и в ковибромассаж. Я говорю, русские пердовики иностранцам не продают цуть. Он, Ваня, тысяча долларов в месяц платить буду. Подумай. Вот я и задумался, а. Че лучше-то? Быть комбайнером шестого разряда с чистой совестью и голой? Правдою? Или затышу зеленых бумажек вибратором первого класса? Впрочем, номер исполнитель просто такой анекдот про блондинку. Мне нравится. Когда она пришла в магазин и говорит, Че это у вас за лохня? На прилавке. А там термос. Ей говорит, это уникальный прибор, девушка. Ну и че в нем уникального? Ну как? Термос в нем холодный, остается холодным, а горячее горячим. Она говорит, вау, дайте мне быстренько три штучки, быстренько дайте. Купила три термоса. Один поставила дома, другой в гараже. Третий взяла с собой на работу. Так повесила, как дамскую сумочку. И ходит с ним. На работе у него подруги спрашивают, Че ты нацепила? Она говорит, Вы че, это нереальная вещь. Это мега пафос. Это термос. Ну и что? Как, что в нем холодное, остается холодным, горячее горячим. Ну и что там у тебя? Две чашечки кофе и мороженое. Она, значит, с собачкой гуляет и с маленьким сыном. Представьте, вот здесь на поводке у нее такая породистая собачка. Рядом маленький сын. Тузик, Тузик, не надо так рваться. Ты натрешь шейку, мальчик мой. Сережа, Сережа рядом. Сережа, фу. Сережа, место. Иди в песочницу к Тузику. И смотри, не сыпь песок на голову малышу. Тузик этого не любит. Ой, Тузик, 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 Тузик. Мальчик мой, ты безнамордник. И не подходи близко к детям, они заразные. О, Тузик, посмотри туда. Посмотри, какой огромный ротвеллер. Как он красиво бежит за дядькой. Три к одному дядька на дерево не успеет. Ну, 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 не успел, не успел, не успел, не успел. А, мужики пошли, они даже на дерево залезть не могут. Не то, что уж там уж что-то уж. Как тут еще огрызается. Мужчина, не злите собаку. А вы, женщина, не встревайте, когда мужики разбираются. Вы, наверное, кошатница. А, точно у вас шапка из кошки. И звали его Мурзик. Ему было лет 70, его загрызли блохи. А вы его нацепили на голову и умничаете. Что шапка блохастая? Это у тебя шапка блохастая? У моей собачки педикюр дороже, чем твой маникюр. Это он только так сокращенно. Тузик, а по паспорту. Барон Тузенбах без блох псинограба фан Шарфке. Где это мой фон барон нагадил? Ну, где? Принеси, покажи. Не хочешь, ты природу не любишь. Тузик, солнышко, выбирайся из этой мерзкой песочницы, а то эти сопливые дети тебя затолкают. Детей развелось, как собак нерезанных. От безработицы, что ли. Кстати, мне надо позвонить одной неработающей. Тузик, поиграй еще немножко. Алло, Ладочка, Лапочка, приветик. Приветик, моя дорогая. Ну, как поживаешь, как твоя собачка? Как? А, боже мой. Лапку поцарапала, бедняжка. А куда же муж твой смотрел? Он ногу сломал от растяпа. Ой, Ладка, слушай, чего я звоню? У Ленки такое несчастье, представляешь? Собаку украли. Да, да. Пошла в супермаркет с собачкой, оставила на улице. Возвращается никого. Да нет, Ладка, ты что, собака сама убежать не могла. Она что, дура, бегать от такого достатка? Да и Ленка не овца. Она ее привязала к самосвалу. В наше собачье время собачек оберегать надо. Да, да, кругом беспредел. Вон, Машкин песик. Ты не в курсе? Вышел на двор, лапку на кустик поднял. А из кустика алкаш как рявкнет неожиданно. Занято. Ну, все. У песика теперь так лапка в сторону и торчит. Стрессанула. Я своего кузика никогда одного не оставляю. Он даже спит в моей кровати. Муж? Да муж в прихожей на коврике спит. Лад, ну ты что, он из казино под утро не приходит, а приползает. Какая ему в таком состоянии кровать? Он на коврик-то вскарабкивается, как альпинист на гору. Не говори, Ладка. Мужики пошли даже на коврик залезть не могут. Не то, что уж там что-то уж. Вот у соседки моей, Кобель, настоящий мужчина. Ладка. Они на свалке нашли щеночка. Тщедушного, облезлого. Стали кормить. Щеночек жрет и жрет. Растет и растет. И вырос такой монстрила. И издали, глянешь, асфальтовый каток в ошейнике. Они его Тайсоном назвали. Когда он гавкает, вода в батареях стынет. Хозяева ему дают тушенку прямо в банках, чтобы дольше переваривалось. Пока переваривается, они по очереди спят. А ты с ним с голодным в одной квартире поспи. Заснешь снаружи, проснешься внутри. Тайсон недавно съел три вьетнамских кожаных куртки. Во дворе нашел. Вьетнамцы, правда, убежали. Ну а че нечего подвора шастать, когда Тайсона выгуливают. На детской площадке объявление висит с семи до восьми во дворе злая собака. Не верите, но и царствие вам небесное. Фу, ладка, ты че? Тайсон на поводке, все равно что танк на ниточке. На цепь и он у них, да, хозяин якорную цепь к бамперу джипа пристегивает. И Тайсон катает его по кругу. По московской кольцевой. Представляешь, этот даун-хозяин хотел от этого чуда-юда-кобеля избавиться. Заманил его в лес, привязал к огромной сосне, побежал назад и заблудился. Тайсон тем же вечером домой вернулся вместе с сосной. А хозяина еще неделю с вертолета искали. Ой, слушай, а Юлька, Юлька себе карликовую собачку завела. Ой, такая, 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 тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Порода шишколобой гнидода. Ее даже гулять выводить не надо, она вокруг цветка в горшке три круга нарежет. И язык на бок На днях ее тараканы на торшер загнали Откуда у Юльки тараканы? Ну, купила Купила на птичьем рынке Ой, да у нас весь дом помешался на экзотике Ты себе не представляешь, Латка, у кого павлин глотку дерет У кого дятел из дверного косяка что-то выколачивает У кого верблюдица с балкона плюет очень нет На другом балконе удав душит соседского опоссума Я сказала опоссума Это не состояние подъезда к животным В 95-й квартире тигра содержат Ну да, зато в доме всегда есть горячая вода Они же ходят с тигром в ЖЭК разбираться А в 3-м подъезде Латка Соседи слона в складчину купили Ну да, между квартирами стену сломали Слона поставили Нигелю стоит к одним хоботам, к другим хвостом Другую неделю наоборот Одни ему тысячу выдают, другие принимают Те, что принимали, слышишь? Неделю с горем пополам вынесли И в отместку со владельцем всю свою неделю Кормили слона исключительно горох У тех не то, что цветы завяли, а обои почернели Ой, Латка Латка Сан Саныч ползет Какой начальник ЖЭКа? Крокодил из 38-й У-у-у, сердитый Опять, небось, его дети в джакузи пытали Все, Латка, нет связи Тузик, 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 Тузик Скорей, скорей Бегом к маме на ручки Бежим домой Ко мне, Сережа Сценка наблюдений за моим другом Он такой жгучий брюнет-кавказец-сочинский У него много детей Я наблюдал, как он стоит под окнами роддома Кричит, и вот родилась такая сценка Медсестра! Ага! Привет! И дрясти Скажи, пожалуйста Кто у меня родился? Он родился Правда он Правда он Девочка Вах! Я так его ждала Дин-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди А то у меня, представляешь Малчик, целая шесть штука, два тройняшка, девочка, не был какой счастья, спасибо, эй, как он себе чувствуется? Хорошо чувствуется, а жена как себе? Нормально, так себе. А как мой золотой кушает? Хорошо кушает, аппетит бомба, мацони кушает, мамалига кушает, хачапур, мачапур, коньяк, маньяк, шашлык, машлик, все кушает. Эй, подожди, маленький девочка шашлык кушает? Нет, жена твоя, девочка вообще не кушает, только пьет. Что пьет? Эй, молоко, а коньяк уже мало оставалось, еще переноси срочно, доктор сказала, чтобы твоему жена молоко била, коньяк надо пить. За ее здоровье. Хорошо, скажи, пожалуйста, девочка сколько имеет вес? Никто не знает. Веси роддом нет. Почему веси нет? Сестра хозяйка Наринка отнес, его брат попросила. И что, ребенок вообще взвесить нельзя? Почему нельзя? Можно. Я девочка Наринка возьму, взвесию, перенесу, тебе расскажу, да? У тебя голова совсем плохо? Наоборот, хорошо. Пусть с детства Кринка приучается. Ладно, а какая имеет рост? Никто не знает. Что, линейка тоже Наринка, эй? Нет. Швейный ателье. Туда тоже, мой девочка, понесешь. Понесешь? Чего захотела? Туда далеко ехать надо. Денежка на такси давай пятьсот рублей. Пятьсот рублей туда хватит двести. Бензин подорожало четыреста, не меньше. Триста и ни копейкам больше. Хорошо, ни тебе, ни мне триста пятьдесят. А, ладно, уговорил. Рост вообще не надо. Просто скажи, девочка красивый. Что ты, бомба? На меня похож? Нет. Я же ковару красивый. Эй. А волос какой имеет? Брюнетка или блондинка? Лисий. Это как коленка. Как коленка это лохмати, эй? Конечно, лохмати, а цвет лисий. Как хвост. Рижий. Нет, чернобури. Ты скажи, Леша, какое имя своему дочке хочешь? Имя дочка я не думала. Правильно, не думай, мы уже имя придумали. Какое имя, эй? Никто не помнит. Очень трудное имя. Помню только фамилию твою оставили. Митсубидзе. Да как ты смеешь. Моя фамилия не Митсубидзе. Моя фамилия Ксерокопиан. Ксерокопиан? Конечно. Вай, вай. У Ксерокопиан там совсем другое дело. Там не девочка. Как не девочка? Посмотри лучше, эй? Ниже пояс на копилка похож, значит, девочка. Нет, ковару. На копилка не похож. На слоник похож. Что, молчик? Нет. А какая еще вариант? Молчик. Только целая три штук. Вай, вай. Мама Джан. Этот молчишка. У меня уже третий тройняшка. Медсестра, ты меня зарезал. Без вилка вообще. Ара, а ты сам себе девять молчик Ксера копировала? Ксерикс поменяй, да? И смотри, сколько штук опечатаешь. Один став вместо тройка. Техника пользоваться не умеешь, а медсестра тебе виноват. Иди неси коняк, быстро, эй. Все вместе выпьем за каждая твой ксерокопия. Я вчера коза купил. Коза, знаешь, не. Очень дешево у него, у коза один борода столько стоит. Бутылочка взял, козочка обмыл и спать завалил. Вдруг слышу, телефон зазвоняет. Я терупка беру, говорю, эй, хозяин дома слушай. А это, оказывается, какой-то джигит. Звонил, хотел жену своего услышать. Номер ошибся, мне дозвонился. Звонил свой жена, услышал меня. Так невежливо говорит, хозяин дома очень приятно. А это что делает коза? Я говорю, коза лежит. А сам думаю, кито узнал, что я коза купил. Спрашивает, дорогой, ты кито есть будешь? Он говорит, она тебе скажет, да? Я говорю, эй, зачем она не разговаривает? Он спрашивает, пьяная? Я говорю, эй, зачем? Сам выпивал, ей не наливал, вдруг взбесится. Мэ, он говорит, позови ее к телефону, сирочно. Я говорю, тебе скучно, да, с коза говорить хочешь? Мэ, она тебя не поймет. Он говорит, раньше понимала, скотина такая. Я говорю, слушай, уважаемый скотовод. Скажи, пожалуйста, как ты узнал, что я ее купил? О, как закричит, как так купил? Я говорю, так как на скотном базаре очень дешево, 100 рублей. Ежи какой-то алкоголик продавал. А козочка хорошая, в имя большой. Как он еще грамм чей закричит? Вай, вай, мой, жена купил базар, 100 рублей. Я говорю, эй, зачем так вопросом встаешь, ребро? Зачем так неприлично шутишь? Джигиты на козах не женятся. Он засопел, засопел, плакать стал. Говорит, молодой был, дурной был, полюбил, женился. Я спрашиваю, а другом женском кандидатуру тебе не было? Он говорит, да были бабы хорошие, но любовь зла. Я говорю, такой любовь грех большой, сколько красивых девушек вокруг. Ты коза выбрал? Приезжай, забирай, и, наверное, она по тебе соскучается. Только деньги мне верни, 250 рублей. Я машину нанимал, капусту ей покупал. Не будешь сам его грызть. Он спрашивает, какой такой капуста? Подожди, эй, зачем? Я говорю, потому что, эй, ты в школу ходил, учитель слушал. Коза любит капуста. Кролик любит морковку. Слон любит моська. Он говорит, это телефон 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я говорю, нет, это 6, 5, 3, 4, 2, 1. Он говорит, вай, 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 дорогой, извини, я домой звонил. Не туда попал, жену заподозрил, козой обозвал и очень размерничался. Сам виноват. Слушай, зачем так на женщина обзываться? Коза, маза. В школу ходил, учитель слушал, кино смотрел. Женщина. Женщина, друг человека. Я не знаю, что я с женой делаю, слышите, не знаю, прям обнаглела совсем у меня жена. Я ничего никогда плохого ей не делал. Ну, всего один раз над ней подшутил. Утром на работу разбудил. Воскресенье. Так она обиделась. Обиделась, отомстила мне. Ночью подкралась и написала мне спящему на лбу губной помадой. Идиот. Ну, а я-то об этом только потом узнал, когда с работы вернулся. Ну, главное, просыпаюсь, обычный день. Жена рядом храпит, как будто ей кислород перекрыли. На кухне радио работает. Сегодня, говорит, у козерогов, а я козерог, по гороскопу очень благоприятный день. И пикает девять часов, а мне на работу к восьми. Я чуть в трусах на улицу не выскочил. Даже в зеркало не успел посмотреть. И с этой надписью. Идиот. Лбом в троллейбус. Ну, с утра там, как обычно, на родищу давят, орут, возмущаются. А тут что-то все притихли сразу. И на меня смотрят. Я говорю, что вы смотрите? Они молчат. Я говорю, что вы лупились? Очкарик один говорит, господин. Там впереди, говорит, для вас специальные места предусмотрены. Я говорю, пусть больные сидят. Он говорит, а вы по-вашему здоровый? Я говорю, вы что, идиот? Он говорит, я-то как раз нет. Поэтому я и стою. Вот вам нужно сесть. Я говорю, ну что вы взяли, что мне нужно сесть? Он говорит, у вас это на лбу написано. Слушай, я обиделся. Я говорю, а у тебя, очкарик, на лбу написано. Бить сюда. Он, о, так вы, оказывается, из буйных. Господа, говорю, уберите от меня этого идиота. А то я ему в очках форточки сделаю. Тут кондуктор протискивается и говорит, добрый день, я господин, кто здесь идиот? Очкарик ему говорит, вы догадаетесь, с трех попыток. Кондуктор на меня глянул и говорит, уже догадался. Я говорю, еще один идиот. Кондуктор так назад обернулся, говорит, вы что, знакомого увидели? Очкарик вопит, не дай бог, двое идиотов, это уже толпа. Думаю, да не буду связываться, может, у очкариков сегодня по гороскопу неблагоприятный день. У меня-то, у Козерога, благоприятный. Вылез из этого троллейбуса, сел в трамвай. Контролер меня сзади по плечу, ваш билетик. Я к нему оборачиваюсь, он говорит, не стоит. У вас льготный проезд. Я говорю, что значит льготный? Он говорит, извините, бесплатный, бесплатный. Я говорю, а что это бесплатный? Я что, какой-то особенный. Он говорит, особенный, 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 особенный. У нас как раз для особенных впереди специальные места есть. Я говорю, да вы что, издеваетесь? У меня проездной. Он говорит, вижу. Я говорю, что вы видите? Он говорит, ваш проездной во все медицинские учреждения. Думаю, Леонид, это тоже какой-то трюкнутый. Ну, думаю, не буду психовать, у меня сегодня благоприятный день. Вылез из этого трамвая, полез в автобус. Главное, я в одну дверь вхожу, из другой все люди выходят. Один кондуктор остался. Я к нему, у меня проездной. Он говорит, а у меня выходной. Я говорю, стоять. Я вам сейчас свой проездной буду показывать. Он, не надо. Я говорю, что не надо-то? Я говорю, я не заяц. Он говорит, я знаю, вы северный олень. Спраку не надо. Думаю, надо же дожили, что у нас в кондуктора одни идиоты идут. Вылез из этого автобуса весь на нервах. Сел в скверике на лавочку. Сам себя успокаиваю спокойно. Я говорю, у козерога сегодня по гороскопу благоприятный день. Рядом дедок какой-то, дедок, кроссворд разгадывает. Вот у меня спрашивают. Вы случайно не знаете? Слово из пяти букв, подпольная кличка Троцкого. Первая буква И. Я к нему поворачиваюсь. Он говорит, спасибо. Я говорю, что спасибо? Он говорит, подошло. Что подошло? Он говорит, кличка к Троцкому подошла. Думаю, день у меня сегодня и благоприятный, но на всякий случай нужно валидолу купить. Захожу в аптеку. Аптекарша на меня минут пять так в упор смотрела. Потом говорит, что правда? Спрашивает, что, что правда? Я еще ничего не спросил. Она говорит, я сама вижу что-нибудь от припадков, да? Я говорю, вы что издеваетесь? Я вас сейчас укушу. Она говорит, тогда прививку от бешенства и гигиенический намордник. Думаю, может я правда с ума сошел? Выскакиваю на улицу, останавливаю первого встречного. Я говорю, скажите, я похож на идиота. Он мне говорит, что вы, 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 Думаю, может, правда, в больницу зайти, пусть меня смотрит Захожу, доктор на меня посмотрел, говорит, очень интересненько И на что же мы жалуемся? Я говорю, на идиотов Весь день с одними идиотами общаюсь Доктор говорит, чудненько, сами с собой разговариваете, да? Миленько, и кто же вам это написал? Я говорю, что, кто? Он говорит, идиот, кто написал? Я говорю, Достоевский Доктор говорит, забавненько, так это Достоевский написал, значит, сам лично? Я говорю, нет, вместе с Гоголем Он говорит, славненько, а вы не покажете нам, где они живут? Я говорю, доктор, у меня что, за идиота держите? Он говорит, нет, вас никто не держит, он и есть, а я Достоевский, говорит А вон тот, что со шприцом стоит, это Гоголь Сейчас он вам Островского сделает В Толстого Станьте добролюбов, добролюбов А будь сопротивляться, получите Ломоносова Я от него в окно сиганул, думаю, доктор тоже ненормальный Прибегаю домой, жена мне говорит, ну чё, козий рог Ох, благоприятный сегодня день, в зеркало посмотри Я в зеркало глянул на лбу, идиот И знаете, чё я тогда понял? Я понял, как я ей отомчу Да точно так же, только вместо идиота на лбу напишу сто долларов В час А чё, из этого выйдет, я вам в следующий раз расскажу Господа хорошие, ну скажите мне на милость, а? Может ли зоопарк быть без животных? Нет В наше время всё может Я директор такого зверинца, я Когда новый мэр перестал наш зоопарк финансировать Мол, я не намерен кормить зверей, когда кушать хотят люди Близкие Звери, к сожалению, передохли, мы их шкуру аккуратно выделали на память И тут из Германии откликнулись Спонсоры, да, решили приехать с дружеским визитом к нашим меньшим братьям Выход был один, я всех работников зоопарка и членов их семей заставил Влезть в шкуры животных А чтобы подмена для немецкого глаз была плохо заметной, решили так Как сперва банкет, а потом уже на закуску зоопарк Встречаю немцев в аэропорту, три человека Ганс, Фриц и Отто Ганс один по-русски лопочет, остальные неграмотные Вот, и когда уже на банкете он произносит Иван, ты меня уфашаешь, и при этом целует глобус Я понимаю, что пора Только вышли из управления, сразу начали придираться А почему это у вас обезьяна в аквариуме? Ай-яй-яй, я отвечаю, да это не обезьяна в аквариуме, это билетерш в киоске А сам смотрю, Вера Петровна лыка не вяжет Губы тушит до ресниц накрасила Брови губной помадой Думаю, все, пока я немцев заправлял, мои все тоже заправились Подходим к крокодилу Эта зеленая рептилия Лежит на спине Нога на ногу курит Дым кольцами пускает Немцы остолбенели Тастись, фантастиш Крокодил курить Я еле выкрутился, говорю, ну да Посетители окурки бросают постоянно А животные, как дети, быстро всему учатся Самым ерша подлил И увожу их поближе к нашим К обезьянам Тут у меня на этих приматов не хватило матов Играют в домино Да, одна обезьяна костяшкой по столу врезала И как вякнет Рыба! Я немцам ерша подлил Ганс воскликнул О май гот, шимпанзе коварить Я говорю, да нет, это у нее икота просто такая От бананов кубанских Вот это Да, она такая Наша горилла Горилла Белла Леонидна Пожилой, трезвый человек Другого времени не нашла Сидит в очках, вяжет носки Кто научить корилла вязать? Я говорю, сама старая дура По самоучителю Пойдемте лучше К австралийскому вольеру Говорю, господа немцы У нас такой австралийский вольер О, вы себе не представляете Самым ерша-герша подлил Кенгуру Ох, это сумчатое это Сидит на лавке Морда счастливая Болтает ногами Из сумки торчат Пол-литр стакан и пучок зеленого лука Все свое ношу с собой Я немцев резко разворачиваю на страуса Ганс недовольно спрашивает Почему страус, трико и кедах? А как ему объяснить? Мы же по пыхах в страусе А шо-то определили? Как его ноги без трико показывать, а? Это не страус, пуховая лама получается уже Я пытаюсь скроить научное выражение лица Поясняю Видите ли, Ганс Это не трико, а яйцепровод Чтобы во время кладки яйца не бились о бетонный пол Яйцо прокатывается по штанине, как по направляющему Раз трубу Ганс недоверчиво А зачем кеды? Я ему вам, уважаемый Ганс Как академику должно быть известно Что страус птица не глупая и очень гордая Наотрез не давал на себя бискет-трико надевать Сам он гирша подлил Подходим к гигантской голопогосской черепахе Здоровый панцирь У входа стоят васькины сапоги Из панциря наружу вылетают одноразовые тарелки Тут Фриц и Отто выразили изумление Ганс им по-русски У черепахи гост Тут из панциря Вываливается васькина бритая башка Дышит перегаром так, что я даже не стал немцам ерша подливать Ганс игриво О, сколько этой черепахи лет Я отвечаю, почти двести Что-то она для свой возраст плохо выглядит Черепаха подняла голову и сказала Ты на себя посмотри Ах, была как буратино Я когда-то молода Ганс воскликнул Вы это слышите? Я говорю, нет, ничего не слышать Он свой лоб пощупал, заключил Белый горячка Тут мой зампометлом Этот зампомет Я не знаю, с какого детского спектакля Придурок Он это выкопал Стоит в костюме чебураш Немцы протрезвели Тастист фантастиш Это есть медведь Я отвечаю Да, ушастый гризли О, вы иметь Такой редкий медведь Я говорю, нет, этот медведь Пока я не иметь Но как только вы улететь Ганс воскликнул Меня фотошизнь Польша ничем не утифить И тут нежнюю челюсть На землю уронил Потому что навстречу нам В обнимку на задних лапах Шел белый медведь со львом У каждого в передней по бутылке пива Увидели нас, оба икнули Немцы из вежливости Икнули в ответ Ганс взмолился Они будут нас кушать И тут лев выдал Не сегодня Судя по выпускам новостей Немцы бежали до самого Берлина Спонсорской помощи нам, к сожалению, не досталось Но зарабатывать на жизнь мы все-таки научились Недолго думая, сколотили группу животные Группа зверя отдыхает Потому что мы поем на сцене в шкурах Пьяный и матом Публика в неописуемом восторге Все, что тебя кусается Все, что тебя бодается Любовью называется Московский метрополитен Вагоны переполнены Поезд набирает ход И вдруг внезапно Останавливается в тоннеле В вагоне неожиданно гаснет свет Представьте себе полную темноту Можно закрыть глаза Так смешнее И из темноты раздается голос машиниста Уважаемый пассажир Я слышал Я слышал Что метрополитен закупил на весь оборудование И теперь даже без света поезд не будет стоять Я тоже слетел Теперь каждому матернисту установят педали Которому придется крутить при отключении электричества Люди добрые, мы сами не местные Подайте, пожалуйста На операцию С ценными бумагами и акциями Кто сколько сможет, пожалуйста Ну давай, Горемыка, топай Ко мне на голос Давай, на Держись с барского плеча Ой, спасибо Какой толстый пачка денег Пахни долларами Спасибо, господин Раз, два, три, четыре, пять Не утруждайся, брат Считать времени не хватит Тут 365 листов В отрывном календаре Товарищ, а действительно Нельзя ли дойти до станции пешком? Можешь смело идти Только силы ратитовые Когда мы поедем, ты побежишь Юрик, ты че жуешь? Пельмени О боже, они ж сырые В темноте сырые вкуснее Вы это серьезно, да? А позвольте мне попробовать, а? Да, действительно, весьма вкусно Простите, а сметанки у вас нет? У тетки справа Я видел, когда свет был Нет, это вы гляньте Как темнота, так сразу грабить Скажите, пожалуйста Станция Павелецкая Я далеко Метров сто Назад или наперед Вверх Витюша, поцелуй меня Витюша, поцелуй меня Витюша, ну поцелуй меня Еще раз мне поцеловаешь по шее дам Наденька, почему ты не сказал мне, что я целую какого-то мужика Да, я тебя обниму О, ты поправилась Это опять я Витюша, мы уже с тобой год женаты До сих пор не узнаешь меня на ощупь Ну потрогай вот здесь, вот здесь А вот сюда, Витюша, лезть не надо Да я никуда не лезу Это опять я Граждане Не кто не бачил мои лыжи Так это ваши лыжи Господи, я думаю, какого же роста должен быть человек, у которого такие сланцы Девушка, девушка А что вы делаете сегодня вечером? Играю в баскетбол Для баскетболистки вы не очень высокая Ничего, что я в темноте держусь за ваши плечи Ничего, только это колени Товарищи, в конце концов, чей ковер на меня все время падает? Ты кого ковром обозвал, а? Простите, я пощупал, мне показалось ковер Правильно, но он не один, в нем дедушка Потрясающе, а что он там делает? На дачу едет А почему в ковре сопротивлялся? Алло, люди Никто не видел моего песика Я возил его в больницу на кастрацию Теперь возвращаемся домой Он куда-то вышмыгнул Я знаю, где твой песик Где? Пошел вешаться Все Допился Ослеп Кто здесь? Земляки Я тут проснулся Ничего не вижу Вы что-нибудь видите? Не мешай мне читать Слышь, ты, альпинист Совсем вдавил меня в дверь своим рюкзаком Этот рюкзак я сорок лет наедал Это что, живот? Странно А чем он меня таким острым колет в бок? Какой большой Похоже на ледоруб Это не ледоруб Это нос Отпусти дышать этим Юрик, ты что опять жуешь? Колбасу Юрик, ну у нас в сумке нет колбасы Мир не без добрых людей Юрик, ну прям Чего ты так торопишься съесть эту колбасу? Потому что с обратной стороны к батону Пристроилась собака А собаки Слышу Ой, вот же мой песик, ура! Я поймал его за шерстку Отпусти, спина больно Витюша, мне жарко от твоих поцелуев Сними с меня кофточку Расстегни эту штуку сзади А-а-а-а! Это неожиданно в вагоне зажегся свет Поезд Доезжает до станции Двери долгожданно открываются Люди вываливаются Разбегаются по своим делам Мгновенно забывая о происшедшем И только один единственный пассажир Проехав еще трижды задумчиво по кольцевой Вдруг хлопнул себя по лбу И многозначительно воскликнул О, я понял Вверх Это на лифте Ну че, пипл Как вам Ёлкин праздник? Реально корки для Егорки Ржачка слезоточивая Ой, я тут недавно так клоунов пощекодал Просыпаюсь 31 декабря Реально спящий красавец Хлопалки разресничил И тут звонок Витек Караул Звонит А по телефон с жабрами бьется Но он же институт закончил рыбный Щукинское училище Говорит, ракезушка Выручай, ангина душит Вместо меня сегодня Дед Морозом По вызову, по хатам Прошвырнись Гонорар пополам поделим Ну нет вопросов у отбросов Я говорю, только чур снегурка моя Он говорит, окей Приезжай за прикидом Ну я доспехи свои надел Грибу брасом к Мэри Поппинс Это подруга моя Мэри имя Поппинс особая примета А она у меня чекса красоты неземной Вылитая, я только лысая Ну скальп неплодородный В общем забрал я Мэри Мама нее, как всегда после меня Порог святой водой окропила И гребем к Витьку секонд-хенд мерить Ох корки для Егорки, а Я в Дед Морозовской шубейке Как стрелец на утро казни с бодуна А в бороде вообще похож на привидение С ватного завода Вот, оставил я бороду Витьку на компрессы Шапку тоже не стал надевать Какая шапка на мой дендрарий? Зато снегурку клево прикинули Клево, такая красавица получилась Правда, шапку с косой к лысине Пришлось жвачками приживлять Витек нас взглядом окинул Говорит, вы бегать хорошо умеете Я не сразу в его вопрос въехал Только гонорар, говорит, вперед берите О, плюшки для Андрюшки, а Пошли мы по первому адресу Ну, обычный дом физкультурника Пятиэтажка без лифта Вскарабкались Я в дверь звоню оттуда Кто там? Я говорю, нам вашу хату заказали За дверью что-то упало Я кричу, да это я, Дед Мороз И внучка моя Пороша О, это снегурочка Открывается дверь На пороге два ботаника Пестик с тычинкой И результат их опыления Трое ребятишек Маман в очках Попан в очках Дети в очках Собака в очках Пестик, говорит Вы не обращайте внимания Она у нас много читает Тычинка, говорит Позвольте вам заметить По-моему, вы бороду не в ту сторону надели Я, говорят, специально Чтоб дети за нее не дергали Я говорю, чем задавать всякие вопросы Детки, детки, говорю Как Витек меня учил Детки, почитайте Дедушки Морозу стишки Лучше б не просил Эти децил очкастые Как зачитали мне на 40 минут всего Евгения Онегина наизусть У меня аж пирсинги завяли Ну, я подарки им сучил Гонорар забрал Говорю, извините, уважаемый, у нас там Олени не припаркованные Снегурку за шкирку и теряться Ну, идем по другому адресу Открывается тройная железная дверь На пороге мужчина С прической моей Мэри Здравствуй, говорю Хозяин, я Дед Мороз А это внучка моя Пороша А, то есть Снегурочка Он говорит, ты прав Именно на Порошу она и похожа И у меня что-то Нечаянно вырвалось Я говорю, а можно деньги вперед? Он отвечает Не можно, а нужно Клади сюда Я говорю, это с какого перепугу? Он говорит, за моральный ущерб моих сынишек Выбегают два близнеца Такие, знаете, маленькие козявка еды В ручонках по пистолетику Говорят, Дедушка Мороз Отгадай, какой из них газовый Какой боевой Не отгадаюсь, мы тебе подсказываем У меня душа отстегнулась Но я не растерялся Как Витек меня учил Вошел в образ Деда Мороза И зачесал им в стихах Видать, от тех ботаников заразился Обождите ребятушки Опустите свои пушки Деду Морозу скажем дружно Перед смертью выпить нужно Козявка еды Ясный хрен базару нет Ну тогда помчался дед Через год вернусь к вам, дети Но уже в бронежилете О, виллы для Гаврилы, а Гребем по третьему адресу Конечно, настроения уже никакого Снегурка еще в попыхах Косу с шапкой потеряла Третий адрес в каком-то частном секторе Избушка Подкрадываемся Дверь открывается Вылетает чертила Глаза на независимой подвеске Фокус поймать не может Увидел нас, замер Говорит, у вас что, летающая тарелка сломалась? Рухнул в снег и захрапел Думаю, надо брать неожиданностью Залетаю в дверь резко А вот и я! За столом стоп-кадр Закусь на вилках сохнет Один сглотнул, говорит Видно, плохи дела в Лапландском королевстве Смотрю, избушка явно охотничья На стенах чучело животных Встает грустный хозяин Говорит, здравствуй, гость дорогой А мы тут для тебя место держим На стене Козла моль съела Как раз твое место будет И табличку менять не придется Я говорю, дорогой хозяин За что же такая честь? Он говорит, а ты посмотри Сколько достойных людей Из-за тебя протрезвело Сколько водки на ветер Я дверь копчиком нащупал Не знамо, чем ручку повернул Бежали мы с мэри, обгоняя дробь И так разогнались, что врезались в сугроб По самые подснежники Я путь снега сожрал, пока вылез наружу Вот сказки для Тараски, а? Идем закоченевшие Поэтому леса у меня Ирокес, как плавник мороженого хека Снегурка, как синее Яйцо динозавра в жвачках Глядь костер А вокруг него 12 месяцев С бабами Курец страшилки травит Мол, в этих местах Разбойника Чучу С женой заживо закопали А мы-то со снегуркой подгребаем к костру Ручки синие к нему тянем Греться хотим Эти нас увидели Быстро курить побросили Бычки поглотали в рассыпную Чуча восстал Со своей Чучундрой О, пенки для Ленки, а? Начал день Дед Морозом Закончил Разбойником Чучей Как в гробу я видал такую халтуру Единственное, конечно, был в ней Положительный прикол В ту ночь Добровольно Столько людей Пить и курить бросило Так что мой Рокес Еще и Стране Польза Уникальный момент перевоплощения Я без всякого телевизионного монтажа Прямо на ваших глазах Вот видите Превращаюсь Да Из себя в нее Вот видите, да? Хай, Коляновна Энд я, Вовановна Хай, говорю, не-не-хай Привет, значит Здорово О, Коляновна, ты конкретный базар не рубишь Вот скажи, что главное в нашем возрасте Красиво смотреться в гробу Жизнелюбка ты моя Главное в нашем возрасте Клево оттянуться Поторчать кайфово, оттопыриться Ну, теперь вкурила Да я знаю, что ты не куришь А здря мы тут На днях у Васяновны Грудного сбора покурили Ой, ты знаешь Такое настроение поднялась А мне пацан Молоденький попался Горячий Такой молоденький Лет шестьдесят Вот Подхватил меня на руки И в спальню поволок Всю ночь, Коляновна Я лечил, я мурадикулит Ну, наутро выглядел, как Винни-Пух После посещения пасеки Ну, сунулся в салон красоты Под макияжица Глянул на ихние цены Против каждой услуги по инфаркту Ну, я облизнулась И к Федяновне ломанулась Она же на дому у деда В гараже у своего Берет недорого Вот Свежежист она со стажем Как-никак Сорок лет отторобанил Косметологам В морге Вот Ну, чё Положила меня на стол Руки на груди скрестила Закрой, говорит, Вовану на глаза И не дыши Мне так сподружнее Не боись Я, говорит, будешь выглядеть лучше Чем при жизни И Прада, Коляна Прада Забомбила мне такую прическу Знаешь, она Прическа типа Ну, как тебе объяснить Типа Садись ты в электричку И на три станции Голову в окно высинаешь А потом Ещё Спрыскаешь Обойным клеем Чтоб лучше держалась Ну, чё Это Брови мне Повыше Пала Псатижами Вот Говорит Я, говорит, не привлекайте Если брови у девушки Плавно переходят Бакенбарды На ногах Сделала мне Дебиляцию Дебиляцию На ногах И сделала Ну, как, как Ничего не знаешь Ты мне Тоже антиквариат В тапочках Дебиляция на ногах Заклеил ноги скотчем Ватой уши Заткнула Собе И как рванёт Мне Я думал Вата её не спасла Ты знаешь Я так заорал И ничего Чего Вся жизнь моя Тогда перед глазами Пронеслась И тут Чтоб Мне такой Красивый И немного живой Настроению поднять Федяновна Дарить От фирмы Шикарную платье От сына Лорана Да, на ней На платье Так и написано Пошил Лоранов Сын На что Платье похоже Похоже на комбинезон Только Сзади Вырез До прорези А Спереду Трехвирмен Буквы И только я В новой Платье С новой Прической С кусками Скотча На ногах Во двор Вылезло Хвурор Колян Дяды Домяно Побросали Один Вот так Вот На замахе Замер До сих пор Отмереть не может Кошки На помойке Жавать Перестали Бомжи Тоже Участковый От возбуждений Пистолет Достал А дворник Первый раз В жизни Протрезвел И почуял И почуял Я себе Такой Сексапыльной Что сразу Кинуло Кости На тузовку Не тузику Кость кинула А я кинул Свои Кости На тузовку Понимаешь Ну На сходняк Местного Бомонда Бомонд Колян Ничего Не знаете Бомонд Колян Она Иенто Узнаваемые Люди Которые На тузовке Напевают Суть до Неузнаваемости Одним словом Ялита Во Ялита Ну Люди Такие Которые Собираются И кидают Друг перед Другом Понты Нет Это не то же самое Что лохов Кидать Ничего Не знаешь Колян Темень Лохов Кидать Это Как бы Тебе Объяснить Это Тип Как я Недавно Продала Двум Иностранцам Крышку От люка Как Старинную Русскую Монету Понял Поняла Да Ну слава богу Это вот Лохов Кидать А кидать Понты Это Тип Как я На себе Надел Цепочку От сливного Бачка На ней Выдавлены Две буквы К К Ща Ялита Подумал Кельвин Колян А янта Канализационной Коммуникации Слухай Я Я же там На дискотеке Костяновну Встренула Есть Корт Девяносто Работает В сексе По телефону Она Так Натурально Стонет От Слово Ревматизма Что У мужуков В руках Телефон Трубки Трескают Суть Бабки Бабки Там Имеет Хорошие Недавно Сделала Собе Подтяжки Да Не на штанах Дурочка На Коже Как Как Ничего Не Знаешь Колян Костяновна Ну Разрезает Кожу На Темечке Тянуть Вверх До Характерного Звуку Ну Вот Костяновне Сперва Сильно Натянули Она Спала С Открытым Глазами А Рот Наоборот Открыть Не Могла За Недель Похудел На Двадцать Килограмм А Стал Что С С Хорошо Это Хорошо Но Грудь Обвисла Она Давай Ее Подтягивать Как Как Там Разрезать Под Лопатками И Дергать Вниз Так Вот Как Ты Одежу Поправляешь Вот Ей Натянули Да Сильноват Пупок Теперь Между Грудей На Местик КДК Супер На Плечах Хорошо Это Хорошо Но Зад Обвис Что Ты Говоришь Костяновне О Душе Пора Подумать Мне Тоже О Душе Пора Ох Коля Ну Спасибо Напомнил Я Ж В нем Сегодня Не Была Склероз Проклятый Побегу В душ Сейчас Только Мобильный Телефон Назад В Суседов Мерседес Положу И Побегу А ты Спать Ложися Клюшка Старая На Днях Опять Был Вечер Ораторского Искусства Мы С Тещей Орали Друг На Друг Не Я Спокойно Сидел Пил Пиво Никого Не Трогал Теща Стояла Над Душой Из Удела Из Удела Опять Он Пьет Пиво Нигде Не Работает Только Пиво Пьет Весь Холодильник В Пиве Весь Унитаз В Пиве Я Выкину Его Поганое Пиво Из Своего Холодильника В В В Своего Своего Холодильника На Себя И Повал Скулила На Все Девять Этажей А я Ее Спас Под Утро Сначала На Пупе Держал Этот Холодильник Пока Она Выкарабкалась Она Мне Вместо Спасибо Говорит Вернусь Я Из Тебя Винегрет Сделаю И Бегом На Работу А у Нас Теща Работает Больше Дураков Нет Я Только Так К двери Припал Чтоб Послушать Как она По лестнице Удаляется Телефонный звонок Подымаю трубку Интеллигентный Мужской Голос Но Очень Возмущенный Я Потом Дотумкал Что Он Был Из Общества Защиты Животных Сигнал Что Кто-то В квартире Мучит Собаку И Она Всю Ночь Скулит Но Он Мне Не Представляется Сразу С Угрозами За Издевательство Над Беззащитным Существом Пойдете Под Суд Он Про Собаку А я Про Тещу Я Говорю Вы Че Мужчина Под Какой Суд Она Сама Виновата Сижу Спокойно Пью Пиво Никого Не Трогаю Она Гав 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 Они Все Гав Гав Их Способ Общения Такими Их Создала Природа Я Гав Обидно А почему Серегина Не Гав Гав Он Гав Странно Может Больная Какая Тут Рад Гав 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 Скажите Когда Она Проявляет Эмоции Прыгает Вокруг Вас О Про Собаку А я Представил Как Теща Прыгает Свои 120 Килограмм Да Вы Что Гав Она Только Диван Давит И Рычит Голос Трубки Она Вас Боится Наладьте Контакт С Божьей Тварью Я Гав Гав С удовольствием Ну Как С ней Он Гав 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 Он Про Собаку А я Представил Как Теща Мастырица Ко мне На коленку Я Гав Гав Мужчин Да вы Че Голову На Гав 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 Я Представил Тещу Брызущую Диван Гав 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 Я говорю, вот точно подметили, она ко мне с женой приблудилась вместе. Мужчина говорит, тем более, тем более вы должны наладить с ней контакт. Для моей, например, жены вершина счастья. Такое сказал. Когда ее самое дорогое существо тихо прокрадуется в спальню, сует морду под одеяло и пролазит, ложась между мной и женой. Я говорю, мужчина, может оно и для моей жены это существо дорогое, но если бы оно хоть раз так проползло, меня бы уже лечили электричеством. А ее бы заземлили давно уже. Он говорит, ну это же мило, за ними так интересно наблюдать. Наши, например, очень любят купаться, что в ванной творит, прыгает, воду кусает. Я его слушаю, а сам думаю, ну у меня еще, слава богу, не все так плохо. Так, люди вон вообще с каким сумасшедшими тещами живут. А сам объясняю, если моя в ванну сиганет, вся вода будет на полу. А ванна на первом этаже. А мужчина советует, вы ее держите за загривок и мойте. Я, говорит, свою сам мою. Потом выношу из ванной завернутую в полотенчик. Я думаю, вот мужик, а, штангист что ли, теща на руках таскает. Он говорит, пожалуйста, уступайте ей во всем. Вы же умнее. Я говорю, согласен. Вы на другой ступени эволюции. Я говорю, продолжайте. Не опускайтесь до ее уровня. Вы человек. А она за вашу любовь будет приносить вам тапочки в зубах. Я говорю, вот тут, пожалуйста, поподробнее. Как этого добиться? Он говорит, очень просто. Попробуйте прямо сегодня. Погладьте ее по головке. Дайте кусочек сахара. Поцелуйте в носик. Почешите за ушком. Я переписал все пункты. Дружески с ним распрощался. Теща весь день провел в мечтах. Представлял тещу с тапочками. Вместо... Вечер, дверь открывается, заходит теща. С работы. Я подхожу к ней, улыбаюсь. Она замерла. Дрожащей рукой в резиновые перчатки Глажу ее по волосам. Теща рот открыла. Думаю, вот не врал мужчина. Рот открыла, чтоб тапочки мои закусить. Я воспользовался моментом и в открывшуюся зяполку Закинул кусок рафинада. Точно в цель. Теща сумки выронила. Зажмуриваюсь. Целую ее в шнобель. Она к холодильник привалилась. Еле дышит. Срываю перчатку и... Чешу тещу за ухом. Теща медленно сползает по холодильнику. И с того самого вечера... Нет, тапочек в зубах не принесла, но... Не поверьте, она мне не то, что грубого слова не сказала. Вообще онемела. Да, лежит и молчит в реанимации. Вот... Что с людьми делает ласка. Жизнь, господа, полна сюрпризов. Скончался наш генеральный. Так просто. Прям на рабочем месте. На бильярде. Сотрудники переживают. Надо как-то вдову известить. Я их успокаиваю. Сделаю деликатно. Я ж как-никак психолог компании. Пришел к супруге покойного. И знаете так, аккуратно. Ненавязчиво. Делаю психологическую подготовку. Спрашиваю. Мадам. Здесь празднуют большое горе. А она говорит. У нас нет никакого горя. Я говорю. У вас и нет горя. Мужики, заноси. Вдова так с недоверием взглянула и спрашивает. Он точно усопнул? Я отвечаю. Ну, не материться, видите. Она скорее на кладбище звонить. А ей там говорят. Ваш муж умер вовремя. А то с первого числа гробы подорожают. Плюс у нас имеются скидки. Если умерло девять родственников, десятого хороним бесплатно. Вдова говорит. Нет, 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 нет. Насчет денег я не поскуплюсь. Муж был большим человеком. Так что похороны по высшему разряду. Гроб попрочнее, гвозди подлиннее. Ямку поглубже, оградку повыше. Чтоб его никто не беспокоил. Сын забежал проститься. Прощай, говорит, батя. Фиг ты меня больше увидишь. Первая жена приехала и говорит последней. Ну, позволь разделить твое горе. И начали делить. Я их психологически успокаиваю. Милые дамы, не грызитесь. Шеф оставил только долги. На всех хватит. Вдова повязала черную траурную мини-юбку. Начали выносить нашего бегемота. И тут для полного счастья на лестнице навстречу свадьба. Ну, кто кого должен пропускать? Прошли друг через друга. Вышли на улицу. Нет покойного. Зато есть жених. Ну, перепутались. Оба же в черном. На свадьбе волнуется. Жених не танцует. Лежит головой в тарелке. Теща возмущается. Никак не наясся, что ли? Какой прожорливый зять. И когда он успел в тапки переобуться, на похоронах тем более волнуется. Покойник в гробу закурил. И на несущих пепел стряхивает. А потом вообще сел, ножки свесил. И говорит, сами под зонтами, а меня даже крышкой не накрыли. Спрыгнул и на свадьбу побежал. А безвиновник торжества, сами понимаете, какие похороны. Кинулись за ним на свадьбу. А там их уже двое. Еле нашли своего. По тапкам. Бабушка невеста его на белый танец пригласила. Вдова увидела, говорит, вот гад. Даже после смерти изменяет. Ну, слава богу, пришли на кладбище. Мне, как психологу, дают первое слово. Но помните, предупреждают. О покойном либо хорошо, либо ничего. Я говорю, хорошо, ничего. Ну, пожалуйста, несколько слов. Хорошо. Что хорошо? А хорошо, говорю, то, что наш генеральный сам умер. А то бы его кто-нибудь убил бы. А какой он был заботливый руководитель. Все, да, 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 да. Отпуск у него, когда захочешь. И кто-то из толпы хрен получит. Бухгалтерша меня поддержала, говорит. Аккуратный был. Зарплата всегда в конверте, всегда в конверте, всегда в конверте, всегда в конверте. За каждое письмо месяц плясать. А бывало и такое. Откроет сотрудник конверт зарплаты. А там написано, перепиши это письмо 200 раз, и тебе будет счастье. Вдова и стафету перехватила. Он был примерным семейнином. У него был примерно пять семей. А какой он был щедрый. Завещал мне целую Ауди. О, кассету. Водителя толкнулись. Скажи что-нибудь. Ты же с ним все время ездил. Скажи. Водитель говорит. Он у... Он у... Он у... У... Уважительный был человек. Да, меня называл только по имени-отчеству. Водил Дебилыч. Заместитель говорит. Он никогда пьяным на работу не приходил. Его приносили. Уборщица влезла. А как он любил чистоту. Как узнает, что в туалете чисто. Так придет и нагадит. Секретарша вмешалась. У него были необыкновенные глаза. Говорит, что у всех людей глаза это зеркало души. А его глаза зеркало заднего вида. Вдова говорит. Хватит. Дайте я брошу. Горсть земли. И подзывает экскаватор. Менеджер по рекламе кричит. Стоп. Фотография на память. Откройте ему глаза. Кому? Покойному? Да нет. Фотографу пьяному. Завхоз говорит. Есть предложение забить крышку. Все за? Покойник из гроба. Я против. Мы обалдели. Я аккуратно интересуюсь. Шеф, а что это за самодеятельность? Вы же приказали нам долго жить. Он отвечает. А я нарочно притворился. Я теперь с женой разведусь. Всех с работы уволю. А тебя мне, говорит, психолог. Прямо здесь закопаю. И тут на мое счастье сын шефа к гробу подходит и говорит. Батя, 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 позвольте вытащить у вас из уха мой окурок. И тут наш бегемот заплакал. Впервые за свою толстокожую жизнь. И так мне, знаете ли, жалко стало себя. А вдруг и меня тоже никто на этом белом свете не любит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хай, Коляновна! Энт я, Вавановна! Просыпайся, Клюшара! 21 век! Йо, камон, камон, йо! Я говорю, не омон, а камон, глухая тетеря. Знаешь, кто сейчас у тебя на проводе висит? Да никто не повесил все типунтобенный язык. Я говорю, знаешь, с кем ты сейчас балакаешь? А, знаешь, со звездой Срадой. Да, я на хвабрике звезд победила. Теперь пою, Коляновна. Раньше не пела, всю жизнь не пела. А теперь пою, как заведенная. Все пою, Коляновна. Рок по псу. Че ты говоришь, по какому псу? О, как все у ней запущено, а? Я знаю, ты романса уважаешь. Ну, вот, есть в моем репертуаре, послухай. Мы играли в классики во дворе с девчонками. Юбки задирали перед глупыми мальчонками. А воспитатель хмурится от взгляду, видите ли, дом. Ведь это вам не ясельки, а престарелых дом. Че, че тебе не нравится? Знаешь, кто мне в этой песне подыгрывает? Группа «Белый козел», да? Слухай, голуба, Коляновна. Хочешь я тебя возьму к себе в подтанцовку? А че, у тебя когда в пояснице стрелять, ты такие движения закладываешь? Брекер бледнеют. Подведу тебя к своему продюсеру. Раскрутить не остановишь, только застрелить. Но для раскрутки, Коляновна, нужен сексопыльный имидж. Имидж — это навороты свежажистов. Ну, вот, чтобы я свежее выглядела, мне свежажисты морщины распрямляют. Да, как-как-как-как. Волосы на затылке со всей дури стягивают в пучок. И на растяг затянуть. Уши на затылке сходятся. Зато я всегда улыбаюсь. Ну, перед каждым концертом на ногах мне делают дебиляцию. Дебиляцию на ногах делают. Как-как? Волосы удаляют. Как зачем? Ну, вам-то приматам не понять, конечно. Я же на сцене пою, в гольфиках, в юбочке коротенькой. Маечка тоже обдергает. У меня, чтобы пупок был вядать. В нем же пирсинг сидит. Пирсинг сидит у меня в пупку. Хренотень такая спецательная. Ее в пузо втыкают. Зачем, зачем, лень, заладила? Зачем? Проколи себе, покажи своему деду. Узнаешь, зачем. Федяновну вон проколола. Дед ее с дачи вернулся и картошку там рыл. Глянул на нее, ничего не сказал. Ничего. И, слава богу, у Федяновны он уже совсем почти на спине рассосался от печаток лопаты. Слава богу. Что значит, так ей и надо? А ну, как тебе не стыдно? Не надо мне только про свою дворянскую происхождение. Вон, Васяновну, помнишь, дворянку столбовую, что во дворе под столбом жила? Всем из такого двора. Что значит, я пою плохо? Да, я пою под хванеру, а мне иначе нельзя, у меня на высоких нотах вставная челюсть вылетает. Я, между прочим, вон на концерте на сольном во Владивостоке пять часов на бис пела. А как бы я ушла, у меня каблук между досок застрял. Вскакать-то приходится покруче всякой кобылы, а я ж теперь девица пышная, силикона на меня в ядра два ушло. Я, кстати, тут недавно снялась для плейбоя в рубрике «Шок месяца». Плейбой — это журнал такой еретический. А я там красиво вышла. Что значит, бумага, все стерпить? Тебе бы столько заплатили, да для мурзилки б снялась. Сцедить она меня будет. Я людям настроение поднимаю в наше тяжелое время. И у них поднимается, представь. Вот я сейчас записываю новый рэповый альбом. Рэп, знаешь, не Жек это, а танец такой. Рэп. Молодняк в отпаде у отморозков сносит крышу. Хочешь послухать, а? Послухаешь, Леонид, интересно клюшки. Только, Колянуна, близко к сердцу не принимай. На всякий случай валядол под язык запхни. Слышишь? Запхнула? Готова? Ну, слухай! Пошли ударные. Тац, 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 тац. В клубе топовым тусняк. В голове у нас сквозняк. Наша шобла летит туда. Девять бабок, три дяда. Тац, 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 тац. Пушу я пензию на дозу. Пускай составить протокол. Проблемы сразу сгинуть с возу. Вкали мне в вену, корвалол. Ё-о-о-о! Камон, камон! Ё-о-о! Камон, камон! Давай, дядь Джей, расплавь мозги. Огонь любви во мне зажги. Ласкай меня ладошкой три и сразу позвони ноль три! Ну как, Коляновна? А? Коляновна? Коляновна? Ты чё там, а? А? Храпишь, что ли? Ну ничего, Коляновна. Я скоро дуэтом с Децелом спою, вот тогда ты мне позавидуешь, клюшка старая! АПЛОДИСМЕНТЫ Я расскажу просто историю из своей гастрольной практики. Подходит ко мне после концерта зритель и говорит, Святослав, ну ты всё нравится, так вот, вот прям, вот вы как, как человек-оркестр. Я не понял, почему я оркестр. Он говорит, ну вы можете и бабок показывать, и мужиковые, и у всех. Говорит, ну чё так мало шуток про это? Спрашиваю, про что? Он говорит, ну вы же не маленький, но... Ну вы же понимаете, что... Я говорю, а что вы хотите от меня зажигать? Ну, сейчас же гласность, можно же как-то было вот своими словами, вот... Я понял, про что он, я говорю, ну знаете, своими словами меня учили в театральном институте, что нельзя со сценой. Он говорит, а почему комедий-клуб? Могут, а вы нет? Я говорю, ну я всё-таки учился на театральном, понимаете? Вот. Он говорит, ну а что, сейчас всё можно, можно было матьюшком как-то подпустить со сценой. Я говорю, а что, неужели вы не можете матьюшком на улице? Он говорит, ну на улице неинтересно, когда артист со сцены поливает, вот это... Вот. И я понял, что в моём творчестве чего-то не хватает для современного зрителя. Вот. И я решил, чтобы некоторых людей не разочаровывать, рассказать вам сегодня про это. Вот я вам сейчас такое расскажу, вы уйдёте отсюда полностью удовлетворёнными. Но поскольку я повторяю, что я всё-таки имею образование некое, да, вот, я, конечно, прямым текстом рассказывать не буду, поскольку в зале дети, я буду говорить изоповым языком, дети ничего не поймут. Значит, ситуация банальная. Муж с командировки возвращается раньше времени, а он очень соскучился по своей жене, он её две недели не видел, и вот он прям весь, аж, аж всё у него трясётся. Ну, они недавно женаты, он ещё скучает, вот. Открывает дверь ключами, раньше времени вернулся с командировки, не разуваясь, не раздеваясь, в спальню прям прямиком, смотрит, а жена тихо, мирно посапывает в своей постельке в гордом одиночестве. У него всё кровью налилось, он так обрадовался, нырнул под одеяло и всё эту скуку проявил в одноминутии. Он соскучился был. Естественно, после этого пошёл на кухню водички и спить, а там жена стоит в халате жарит блины спокойные. и он такой идиотский вопрос задаёт. Ты чё тут делаешь? Она, ой! Ты приехал! Ой, напугал, чуть сковородку не выронила. Раньше время... А чё ж ты не предупредил? Ну, молодец, как раз на блины попал. Кто спит в нашей кровати? Ой, дорогой, извини, я тебя не предупредил. Ну, тебя же всё равно нет, пока тебя нет. Мама приехала к нам погостить, а? Ты же не предупредил, и я как-то думал, что ты задержишься ещё в кровати. Как мама? Так, мама, а что моя мама? Почему мама? А что ты имеешь против? Скажи, пожалуйста, я специально её вызвала, когда тебя нет, чтобы вы не скандалили. Дальше он более идиотскую фразу произносит. Кто угодно, только не мама. Жена говорит, опять начинаешь, да? Вот заметь, ты первый, ты первый, потом будешь говорить, что она первый. Ты начал первый. Он говорит, подожди, какого хрена она делает на нашей кровати? А что, нельзя, что ты заимел, что ли? Кровать прям, что, твоя, что ли? Человек пожилой, у неё больная спина, пока тебя нет. Я на диванчике, ей дала нашу... Она же широкая, удобная. Она пожилой человек. Не жаль, тебе не жалко её? Ты представляешь, что ты натворила вообще? Да что я натворила-то, а? Всё, у меня уже блины подгорают, уже с порога, прям скандал не может, по-нормальному. Он говорит, подожди, дорогая, ну чё ты сразу ныть? Ну, понимаешь, ну ты же знаешь, знаешь, ты знаешь, когда я соскучиваюсь, когда я тебя долго не вижу, и я прям с порога ныряю в постель, ведь знаю я эту твою дурацкую привык. Ты... что имеешь в виду? То! В смысле? В прямом! Я не поняла. А чё тут не понимать-то? Я думал, что это ты! Как ты думал, что... Ты... Ты что, не видел, что это не я? Нет! Там темно было, сопела она так же, как ты! И прически у вас вот эти хули одинаковые! А потом я соскучился! А ты идиот! Ты что, меня от мамы не можешь отличить? Меня от мамы? Нет! Я сам понял! Да! Ну ты ж дебил, полный дебил вообще! Ну сколько же раз я тебе говорил, ну будь ты человеком, ну с порога, ну разуйся, раздень! Душ прими! Чё ты сразу под одеяло лезешь, и тёща выходит! Мама! А ты чего молчала? Да я с ним не разговариваю! АПЛОДИСМЕНТЫ Как только я стал прапорщиком в отставке, я начал думать, как жить дальше. Население нашей страны делится на три группы. Пенсионеры, военнослужащие и допризывники. А военкоматы жалуются, что допризывники от армии косят, понимаешь? Правильно! Потому что с детства надо воспитывать как надо. Мне бы это у пацана с года. А лучше, чтоб я, понимаешь, сам роды принимал. Так он бы у меня вырос, гад только об армии мечтал бы. Но вы знаете, что косят в основном дети богатых родителей. Пришёл я в кадровое агентство, говорю, дайте мне какую-нибудь богатенькую семейку с маленьким пацаном. Я не туда пойду, чтоб воспитать его в духе патриотизма. Мне говорят, шо вы шумите у нас, как раз заказ. Одинокой богатой женщине требуется няня-мужчина для воспитания пятилетнего сына. отлично беру заказ пулей к мамаше. Ой, она вся такая, понимаешь, расфуфыренная в соболях дрессированных. Давай мне каверзные вопросы задавать. А вот если воду отключат, что с ребёнком будете делать? Я говорю, мадам, во-первых, не отключат, а отключать. А во-вторых, если воду отключать, будем пить спирт неразбавленным. Она, во-вторых, так вы с юмором. Говорит, какая прелесть. Доверяю вам ребёнка, сама уезжаю на деловую встречу до позднего утра. И укатила. Я прямиком в спальню. Спит, понимаешь, негодяй пятилетний. Полодинства он спит. Я как гаркну, рота подъём, форма одежды парадная, трусы в сапоги. Без всякого растишки над кроватью подлетел. Дядя, ты кто? Я говорю, я тебе не дядя. Я твой новый няньордир. Что означать командир няня? Обращаться ко мне, товарищ прапорщик, понимаешь? Он мне говорит, товарищ прапорщик, понимаешь, отстань. Я хочу полчасика в постельке поваляться. Лежит, понимаешь, пижамка с зайчиками. Что это за форма для пацанов? Что это за зайчики вот это, а? Я спрашиваю, что это? Ладно, на маечке зайчик, но на трусиках ты не зайчик. Враг должен быть изображён. Нужно с детства учить врага мочить. Значит, так, говорю, боец, а теперь ты должен одеться за 45 секунд. Но сначала инструктаж. Майка надевается на туловище с тупого конца декольтированной частью на грудь. Башка суется в специальную головённую дырку. Остальные отверстия в майке легко заполняются руками. Брюки надеваются подчерёдным суванием ног, штанина до полного выпетюки вниз, голове ноги с обратной стороны. Нога пихается в носок пальцевой частью вперёд. Указательный палец ноги прощупывает дорогу. Руки тянут носок параллельно кривизи ноги в сторону шеи до полного натягу. инструктор закончен, время пошло. Он не то, что, понимаешь, оделся, он умылся, заправил кровать и радостно крикнул «Ес!» Я говорю «Сынок, не ес, а есть!» Это призывание говорит «Есть!» Я буду только чипсом, чупа-чупсом, сникерсым, кока-колу, писиколу, мороженое и в конце жувачку. Я говорю «Сейчас! Перловку будешь жрать!» А это дерьмо я сам все уничтожу. Мне уже не повредит. Выдал ему котелок с перловкой. У меня в связи с обстановкой в городе котелок всегда при себе. Да призывник поковырял говорит «Фу, какая гадость! Дай хотя бы картошку!» Я говорю «А вот за гадость ее и получишь!» Два наряда вне очереди «Марш на кухню картошку чистить ногтями!» Ну, позатрикал, значит, чем Бог послал я. Спрашиваю до призывника «Что у тебя по графику после затрика?» Он говорит «Интеллектуальная игра в шахматы». Я говорю «Отлично! расставляй бойцов на поле боя!» Имеем два подразделения одно против другого «Черные» и «Белые», а посередке «Чапаев». То есть я, ты, Петька. Как мы с Петькой, понимаешь, всех белых победили? Да призывнику так понравилась игра военная, что он в конце игры пожал мне руку шахматной доской. А теперь, говорит, нам нужно собаку выгуливать. Я говорю «Отлично! Пойдем с собакой проверим границу двора». Начал он одеваться «Стоп! Командую! Где портянки? Не знает, что это такое? Вот мамаша, а? Сама в соболях у ребенка даже портянок нет. Денег куры не клюют, шматья полон дом, трусорди, армани, дольче кабани. Воевать не в чем. А случись, враг нападет. Мы шо, трусордями его закидаем, что ли, а? Выдал ему свои портянки, так этот неуч намотал их как шарф вокруг шеи до носа. И кричит «Товарищ прапорщик, скорее на улицу тут дышать нечем». Я говорю «Сынок, если дышать нечем, нужно подать команду газы?» И тут же наделано до призывника противогаз. У меня в связи с обстановкой в городе противогаз всегда при себе. Как только пес увидал до призывника в противогазе, необходимость его выгуливания отпала. неудачно отпала прямо хозяйки в туфли. До призывника в противогазе стоит и говорит «Мне мама всегда шнурочки завязывает». Я говорю «Что?» Тут же, понимаешь, сам завязал шнурки себе, мне и собаке. Вышли на улицу, приказываю противогаз снять. Видишь, боец, стоит БМВ, боевая машина ворюги. Приказываю заминировать. Есть, товарищ прапорщик. Вот что значит ребенок включился в игру военную, сбегал домой, принес оттуда что-то, подсунул под БМВ, несет мне какой-то пультик. Товарищ прапорщик, нажмите на красную кнопочку и все. Я без задней мысли нажал и все. Так бомбануло, как на войне. никогда не видел, что БМВ так резко падало в цене до стоимости металлолома. Я до призывника трясу, ты что, туда подсунул? Он говорит, а это у нас с мамой от Нового года осталось. Вдруг из подъезда выскакивает лысый череп, этот, последний из Уркагана. Увидел это все дело, перекрестился, говорит, слава богу, меня там не было. Мы за призывником от греха подальше в песочницу и делаем вид, что ничего не произошло. Смотрю, он куличики лепит. Отставить боец приказу рыть окоп для стрельбы стоя с лошади. Выдал ему саперную лопату, у меня в связи с обстановкой в городе лопата всегда при себе. Есть, товарищ прапорщик! И начал рыть, как взбесившийся экскаватор. Вот что значит, ребенок включился в игру военную где-то через 10 минут откуда-то с глубины кричит, товарищ прапорщик, тут какие-то шахтеры, что с ними делать? Отставить на обед бегом марш и шахтеров с собой бери. Чай твоя мать не обедняет на харч, не все же за счет народа надо что-то и для него. Прибежали, приказываю, садись обедать. Да призывник, нет, сперва нужно ручки вымыть. Я говорю, правильно, а также туалет отдраить не с каким-то местосом-пестосом, а с хлоркой. После нее ни одна вражеская бактерия под ободком унитаза живой не уйдет. Да призывник, говорит, товарищ прапорщик, эти бактерии нужно уничтожать как вредители. Я говорю, нет, как свидетелей, сынок, слишком много видели и слышали секретной информации. Сели обедать, мамаша давеча жаловала, что пацан плохо ест, понимаешь, да после перловки, рытья копа, чистки сортира и туфлей мамаши, он так металл, что шахтеры касками аплодировали, а в холодильнике остались только сильно замороженные продукты и невкусные лекарства. Ну, пообедали, я шахтеров отправил с богом обратно в песочницу, спрашиваю до призывника, что после обеда у тебя по графику, он говорит, и не спрашивайте, я говорю, отвечать, когда командир приказывает до призывника отвечать, занятие на пианино. Я говорю, не ной, ты же мужчина, садись за пианино, запоминай устройство, правая педаль, газ, левая тормоз. Люк открывается, как в танке. Залезли мы с до призывником в танк, ему так понравилась игра военная, но тут мамаша внезапно вернулась. Смотрит на нас, а мы из люка выглядываем. Спрашивает, так ехидно, ну, как дела? Мы в один голос, отлично, понимаешь. Она говорит, вот мы сейчас и посмотрим видеозапись. Не учел я, что у богатых на каждом углу видеокамеры. Смотрела на видеозапись в полной тишине примерно так. Вы, мне говорит, пойдете ко мне телохранителем. Вот я теперь работаю у ней телохранителем. Скоро второго кармии готовить будем. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЮТ. КОНЕЮТ. Продолжение следует...